БАН! БЛОКИРОВКА АККАУНТА НА ВЕЧНО! БАН! Привет, на связи Чин Соу. В прошлый четверг в Кроссаут приехала крупная обнова с батл пассом, новыми картами и балансными правками. Самая сочная среди этого всего, это конечно же возвращение работяг в виде нового боевого пропуска. Данный батл пасс по своему содержанию получился достаточно насыщенный, мало того, что ввели два новых легендарных оружия, так еще и даются они улучшенные сразу в количестве двух штук. Ну, естественно, при условии, что ты задонатил. И если так задуматься, в последних боевых пропусках тоже были легендарки, но все они были либо проходными по типу кабины машиниста или какой-нибудь дзюбоки, а если попадало что-то интересное, то это спустя время нерфили. Сейчас же добавилось два потенциально сильных оружия. Новый дробовик Парсер, который возможно будет не такой имбовый в КВ, зато его механика работы лично у меня вызвала особый интерес. Если честно, я был приятно удивлен, когда увидел это оружие, поскольку ожидал аналог Араттрона, думал будет что-то проходное. Также добавили легендарный аналог триггера, и тут все наоборот. Скорее всего в КВ это играться будет, поскольку урон бешеный, только вспомните, когда вводили обычный триггер, насколько он хорошо игрался. Тогда, кстати, многие говорили о том, что триггер нужно было делать легендаркой. Ну и, собственно, дождались. А вот насчет интересности самого геймплея, то тут явно Деструктор проигрывает. На обоих этих оружиях я поиграл, пособирал билды, потестил их, и сейчас готов рассказать о том, как все это играется, пока что в рамках рандома. Так что присаживайтесь поудобнее, и приятного просмотра. Первое оружие, а точнее просто оружие, на котором я собирал крафты, был парсер. Во-первых, руки на стол, я прекрасно знаю, что ты хочешь сделать с этими двумя дробовиками, поэтому, пацаны, я сделал это за вас. Да-да, пока низкоомных нагибаторов с двумя улучшенными легами в рандоме не так много, можно поговорить о игре на лоу-левелах. Кастет, два парсера, маховичок и почти 5 коом. В первом же бою на этом крафте я сделал 6 киллов, настолько это эффективно. Естественно, получая с батл пасса два улучшенных дробовика или тех же триггера, о чем ты думаешь первым делом? Педоби... Ну, кроме классика, здесь бы лучше никто не сказал. Да, это игра на низком оме. Получая с батл пасса два улучшенных дробовика, первым, что тебе приходит в голову, это крафт на низкие омы. И если серьезно, то это плохо, ведь обилие педобиров на том же парсере приведет к его нерфу. В итоге получится так, что на более высоком оме он станет неиграбелен, а на низких все будет без изменений. Например, такая ситуация сейчас с ховерами. Разработчики стараются бороться с ними на низком оме, нерфят их, но в результате страдают лишь обычные работяги на тайфунах. Конечно, по поводу низком на игры на парсере это мои предположения, но, как мне показалось, играется это хорошо. Хотя то же самое я могу сказать и про очаги на те же омы, или, не знаю, про какие-нибудь осы. Все напрямую зависит от того, как играть. Поэтому тут пока же только время, но чувствую, как в воздухе витает запах нерфа. Переходим к следующим крафтам. И да, мы уже на второй машине, а я все еще не сравнил парсера со своим главным аналогом Нитхёгом. Урон у первого в дефолте меньше на 30 единиц, но при этом при всем у парсера есть перк, благодаря которому урон повысится до 177 и станет равным почти тому, что дает Нитхёг за один выстрел. Также перезарядка. У Нитхёга она составляет 3 секунды, плюс еще есть перк, который все это дело может ускорить, у парсера же КД составляет 2 секунды. Плюс, если вы хотите сделать выстрел на среднюю дистанцию, то вам придется подождать 1 секунду, пока дробовик зарядится. И последний важный параметр – прочность и масса. Они у обоих дробовиков схожи, но при этом сами модельки орудий неплохо так отличаются по размеру. И в итоге получается, что парсер прям на голову выше. Тут тебе и уникальный режим стрельбы на средней дистанции, с хорошей точностью и без потери урона. Плюс, если стрелять в обычном режиме, то урон такой же, как у Нитхёга, а время перезарядки меньше на целую секунду. Если бы у легендарного оружия была пищевая цепочка, то Нитхёг находился бы где-то в самом низу, около ассемблеров с молотобоями, а парсер был бы плюс-минус сверху. И кстати, интересный факт. Как-то сами разработчики на ком-то стриме заикнулись про реликтовый однозрядный дробовик. И напиши в комменты, если я считаю, что было бы круто, если бы ввели реликт наподобие парсера, а не Нитхёга. Хотя, можешь и не писать, но все равно бомжам на это все дело не хватит. Ладно, наконец переходим к крафтам. Первый крафт я собрал с малыми гусеницами на кабине бой. Правильно же понимаю, что говорить про то, как эта штука хорошо играется, не стоит. Пусть и по всем вам расскажут Кавказы. Да, это играется хорошо, но с другой стороны, те же слабые леги, молотобои или ассемблеры на этих омах себя чувствуют тоже неплохо. Правда, справедливости ради подмечу, что парсер все равно играется лучше, наверное из-за вариативности своего использования. Второй же билд я взял с выставки, по-моему здесь были фофниры, я немного все это дело переделал под парсером. Так что крафт не мой, поэтому можете кричать сколько хотите. Если сравнивать эти два билда, то естественно свои конструкторские навыки и малые гусеницы не придам и выберу первый крафт. Кстати, еще я катал в процессе теста на ховерах, данные сборки плюс-минус на эти же очки мощи тоже нагибают, за счет маневренности вести бой от средней дистанции очень комфортно. И, наверное, самое интересное, а что насчет КВ? Это дело я протестирую и сниму ролик, когда докачаюсь на основе до этого замечательного оружия. А сейчас предлагаю послушать как игрался парсер на максимальных очках мощи. Сразу скажу, что я не пытался построить какую-то имбу, я просто взял с выставки вот эту машинку на искрах и переделал ее. Да-да, на искрах, на нитхёгах ничего нормального я не нашел, все крафты какие-то стрёмные, да и расположение самих торбовиков было такое себе. Здесь же по концепту получается что-то похожее на крафт с крушаками, и танкует, и хорошо рулится за счет гусениц. В общем, на высоких омах мне играть понравилось, не могу сказать точно будет ли нагибать эта штука в КВ, тут уже надо докачаться и непосредственно в самом режиме чекать. Поскольку в рандоме КВ крафт тестить такое, можно как говорится и на шерстне МВП получить. А так на хайоме мне игралось комфортно, причем благодаря режиму стрельбы на среднюю дистанцию отыгрывать можно вполне неплохо. Были бои, где я в основном и играл от этой механики. Ну а если в упор ко мне подъезжала милишка, то выстрелами без зарядки можно было выдать неплохой урон. По итогу получается, что парсер в рандоме играется очень хорошо. Насчет высоких очков мощи могу сказать, что это на 100% лучше, чем тот же Нитхёк, а вот про то, как это будет заходить в КВ и будет ли вообще, узнаем спустя время. Если честно, не особо в это верю, на низких лигах наверное поиграть можно будет, а вот какое-нибудь серебро, конец бронзы спорно. Тот же Крушитель, Тайфун или Скорп легко я думаю перестреляют данный крафт. И да, удивительно почему. Так что покажет время, ну и похотеть, что эта штука не перестреливает реликты, будем тогда, когда ведут оранжевый парсер. Да, именно парсер, а не Нитхёк. И да, под конец ролика я вынужден сказать, что про Деструктор мы поговорим в следующем видосе. Да, такой хитрый этот ваш Чейнсоу, не, ну а что, работаю за просмотры и лайки. Поэтому ждите скоро продолжения, а пока зацените прошлые видосы, а то судя по статье, не все глянули ролик по сцепке, а за это, как говорится, блокировка аккаунта на вечном. Ну а на этом у меня все, всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видосе. Субтитры сделал DimaTorzok